Здравствуйте, друзья! Очередная пятница, уже 3 марта, и, как положено, в пятницу у нас Борис Палант, адвокат Борис Палант. И мы будем говорить о том, что происходит в юриспруденции в нашей стране, какие судебные скандалы, какие намечаются, какие уже состоялись. И начнем, пожалуй, мы с дела Алекса Мердо. Или Мердо, как правильно? Мы звук «к» в конце добавляем. Мердек. Дело в том, что это дело привлекло внимание вообще всей страны. Оно привлекло внимание киношников, на протяжении двух лет они отслеживали. И вот шесть дней происходило судебное разбирательство, которое закончилось вердиктом сегодня. И вердикт был вынесен в течение буквально трех часов заседали присяжные. Вердикт был вынесен виновен. Итак, чем это дело так заинтересовало американскую общественность? Ну, вердикт был вынесен вчера, присяжные объявили вчера, что он виновен. Но тем, что персонаж непростой. Дело в том, что Алекс Мердек, убийца, теперь я могу уже назвать его убийцей, поскольку присяжные признали его убийцей. Во-первых, он убил свою собственную жену и своего собственного сына младшего. Много ли в стране дел, где успешный адвокат, потомственный юрист, чей дед был прокурор, отец был прокурор. И Алекс, который был частным адвокатом, но он также был волонтером-прокурором. Очень часто, поскольку прокуроров не хватает, то опытным адвокатам предлагают иногда работать прокурорами в каких-то делах. Мне тоже когда-то, например, предлагали. Хотя я уголовные дела не веду, но там специальный курс. А ему и курса-то не нужно было. И вот этот человек, успешный адвокат, потомственный юрист, мало того, что он крадет деньги у клиентов, крадет деньги у своих партнеров, крадет деньги у своих друзей. Причем все это в масштабах миллионов и миллионов долларов. И в итоге это дело заканчивается тем, что он убивает свою жену и своего собственного сына. Началось распутываться все это дело, по-моему, это было в 19-м году или в 20-м, в июне, когда его младший сын, который очень любил, ему было тогда 19 лет, который очень любил потреблять алкоголь. И вот в сильном алкогольном опьянении вместе со своими друзьями и со своей девушкой они взяли моторную лодку отца, катерок маленький, и поехали на нем кататься. И на какой-то бешеной скорости они куда-то там врезались. И его девушку, Пола, Пол это сын, выкинуло за борт. Ее нашли только через неделю, по-моему. Ну, труп ее нашли, разумеется. И вот и началось разматываться потихоньку дело как Пола, так и Алекса. Дело в том, что Алекс Мордок, как он признал в суде во время допросов, что он наркоман. Он абсолютно наркозависимый человек, который принимал, я не помню, как называется наркотик, который он принимал, но у него иногда доходило до 60-100 таблеток в день. И это дорогое удовольствие, если можно назвать это удовольствием. Но без этого удовольствия он уже жить не мог. И вот он, его очень больших доходов от юридической практики не хватало. И вот он залез в карман, кому только возможно. Он залез в карман, повторяю, к клиентам, к партнерам, к друзьям и к банкам. Эта семья очень влиятельная, одна из самых влиятельных семей в штате Южная Каролина. Теперь вопрос, а какая была мотивация того, что вот он убил свою собственную жену и ребенка, сына? Очевидно, мотивация у него была там, по-моему, дело не в страховке было, а перенести внимание с его проблем на то, чтобы люди стали ему сочувствовать и оставили его в покое. Разумеется, так, хотя Мердок был исключительно опытный адвокат, но я вижу, вот поскольку я следил за этим делом, я смотрел не интервью, а допросы, то я понимаю, что мозг Алекса Мердока работал не самым блестящим способом. Что касается алиби, который он выдумал, но он хотел просто отвести от себя внимание, потому что ему же грозили иски не только уголовное дело до того, как он убил, а это связанное с сыном и с крушением этой лодки, связанное с его финансовыми махинациями, и вот он и пошел на этот шаг. Он позвонил жене, попросил, чтобы она приехала в, назовем это, дачу у них была, и там произошло это преступление. Во время допроса он сначала, он отрицал, что он вообще там был. Его стратегия строилась вот на чем. Он охотно признавался в других преступлениях, как, например, вы крали, ему прокурор задает вопрос, вы крали у клиентов? Да, крал. Вы украли у такого-то клиента такую-то сумму? Да, украл. У партнеров крали? Да, крал. Там крали, и вот он все, да, да, да. Все он признает. Вы убили свою жену и ребенка? Нет. И он начинает плакать и говорит, никогда бы в жизни я не причинил не то, что смерть, а какой-то вообще боль, травму жене и ребенку. То есть стратегия на том, что вы же видите, присяжные, что я сознаюсь в страшных преступлениях. Но что для адвоката может быть позорнее, чем кража денег клиента? И вот я в этом сознаюсь, и в этом сознаюсь, и вот в этом сознаюсь. И в том, что я наркоман, я сознаюсь. И я подробно рассказываю, сколько я принимаю этих таблеток. Я все рассказываю честно. И вот здесь я тоже говорю честно. А вы были там? Нет, я не был. Нет, он сказал не в суде, нет, я не был. Он полицейский, да, полицейские его допрашивали. А они его допрашивали, он стал подозреваемым через... После совершения преступления. И когда эксгумировали трупы сына и матери. Но нашли телефон сына. И оказалось, что там есть собачьи будки. Кеннелс называются. Вольеры, будки, не знаю как это. И сын начал снимать видео собак. И на фоне слышится голос самого Алекса. То есть на телефоне сына слышен голос его отца. Который до этого давал показания, что его там не было. И таким образом прокурор припер норда как к стенке. Так вы там были? И он говорит, да, я там был. Но я не убивал. А почему вы соврали? Я соврал, потому что я был под действием наркотиков. А когда я под действием наркотиков, у меня возникают панические страхи. И косой взгляд в мою сторону. Полицейская машина, которая едет за мной. Все это вызывает во мне панику. И вот я здесь тоже запаниковал. Ну, хорошо. Но вы там были. Да, я там был. Вот. Я там был. Но я ни в коем случае не убивал. А дело в том, что согласно тогда его показаниям, убийство произошло через три минуты после того, как Алекс Мёрдок покинул территорию этой дачи. Это большая довольно территория. Потом он показал, что он душ принимал, когда это произошло. Но не слышал выстрелов. Теперь. Я не раз рассказывал о том, что практически любой суд – это битва экспертов. И в данном случае, скажем, эксперты по баллистике, эксперт по оружию. И вот они тоже выставили. Мёрдок выставил эксперта. И он сказал, что рост Алекса – 6 футов 4 дюйма. 6 фит 4. И что входная рана там была такая, что высокий человек не мог ее нанести. Потому что она была снизу. Отверстие входное было. И начал траектории чертить. Кроме того, он говорит, что это было два оружия. Это был пистолет, которым был убит сын. И ружье, из которого была убита жена. И этот эксперт говорит, что это невозможно за такой короткий промежуток. Почему это невозможно? Я слышал этого эксперта. И я понимал, что он просто ввешает лапшу. Пытается повесить лапшу на уши присяжных. Борис, прости, вопрос, то, что возникает. А отпечатки пальцев на оружие? Нет. Но дело в том, что... Так он же уже там. Он же сказал, да, я был там. Следовательно, если... Я говорю, отпечатки пальцев на оружие. Он был там. Оружие. Отпечатки пальцев на оружие не было. Значит, его могли протереть, его мог все что угодно. Но... В общем, короче, он путался в показаниях. Он якобы должен был встретиться с этой своей женой. Она должна была приехать к нему. Она не приехала. Он начал волноваться. А приехать она должна была, потому что отец Алекса помирал. И надо попрощаться. Он говорил, надо встретиться. Мы вместе поедем. Она говорит, да я сама туда приеду, в больницу. Нет, мы вместе поедем. Но, поскольку все это выдумано, разумеется, было. И, в общем, короче, запутался Алекс Мердок. И эксперт ему тоже не помог. Вот так вот произошло крушение человека, который обладал очень высоким статусом в штате Южная Каролина. Я не знаю, сегодня новости не слушал, не смотрел. Обычно проходит значительное время между вердиктом, то есть виновен, не виновен, и приговором. А вот сколько мы тебе дадим за это? Пожизненно ему дали. А, ну вот сегодня утром должны были, значит... Дали пожизненно, без права на апелляцию. Нет, нет, апелляция есть всегда право. Нет, нет, апелляция. Досрочное вывод. Досрочное освобождение. Досрочное освобождение. Досрочное освобождение. Да. То есть ему 54 года. Учитывая его не совсем здоровый образ жизни, который он вел. Вот как... Вот я себе представляю жизнь этого человека после этого вердикта. Он наркоман, значит, ему требуются наркотики. Нет, но он уже, сколько уже идет дело, он же сидит в тюрьме без всякого залога даже. Он уже не наркоман, очевидно. Вот то, что было сказано, то, что в отдельном деле, которое было передано в суд, Мердека предъявляет еще 99 обвинений, вытекающих из множества предполагаемых финансовых преступлений. То есть вот то, что ему уже сейчас дали пожизненное, сейчас будут проводиться дальнейшие слушания по вот этим делам. Это прибавится? То есть это будет еще дополнительный срок? Как вот в американской респруденции это работает, это интересует наших зрителей. Вот как будет работать 99 обвинений. Это не один и два обвинения. Еще маленькое дополнение с 1920 года по 2006. Вот вся семья, вот как ты сказал, от деда, так там даже от прадеда, они все были прокурорами. Вся семья, человек, как говорится, родился вот с ложкой этой серебряной во рту, у нас говорят, в рубашке родился. Он имел все абсолютно. Обратите внимание, вот эти люди, которые имеют все, они от жира уже, с жиру бесятся. Потому что такое количество наркотиков. Нет, 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 давай не будем обобщать. Дети Трампа тоже имели все и выросли достойными людьми. И Дональд младший, и Эрик, и дочка Иванка, они все достойные люди. Чего не хватало вот этому человеку? Дональд сам, мы знаем, не пьющий. И, по-моему, они тоже не пьющие. А даже если пьют бокал вина, то тоже не страшно. Но, потому что, то есть, иными словами, благородное происхождение, ну, в кавычках благородное, из благополучной, богатой семьи еще не означает, что ребенок будет подонок. Если прадед был великим уже, то почему дед стал тоже великим? Почему отец стал тоже великим? Ну, великим я имею в виду не великим, великим, ну, человеком, одним из столпов общества Южной Каролины. То есть, три поколения как-то продержались и не скурвились, назовем это так. А вот четвертое поколение вот оказалось гнилое. И я не думаю, что его папа или дед, а дед еще был жив тоже, воспитывали плохо. Нет. Все началось с того, что он сел на наркотики. Я думаю. И после того, как он... А он на наркотиках давно, судя по всему. И с этого все покатилось. Это... Ему же не дали минимальный срок. Минимальный срок по этой статье в Южной Каролине 30 лет. Что тоже 54, минимальный 84 года. Там минимальный, максимальный не так сильно уже отличаются для него. Это если ему было 20, то тогда есть смысл бороться за 30 лет, а не пожизненно. А когда тебе 54, то считай, что это почти одно и то же. Я могу сказать следующее. Вот когда мы говорим о таких вещах, когда человек имеет все и вот просто жир увесится, это страшно. Но он совершил еще и преступление, которое входит в категорию смертных грехов. Не убей. Он нарушил эту заповедь. Так любой убийца совершил. Совершенно верно. Но он дважды это нарушил и все остальное. Не, ну, он же не просто убил. Сына родного убил. Жен убивают очень многие. Или мужей. Это супружеское убийство. Достаточно распространенный вид убийств. Потому что ссорятся, потому что имущество не могут поделить, потому что бывают смертельные обиды с унижениями, с изменами. Окей. И мы говорим с тобой. Ну, понятно. Мы читали. Сколько мы читали. Американская трагедия Драйзера. Когда убил, не убил. Даже непонятно. С одной стороны не убил, а с другой стороны убил. Потому что мог спасти, когда беременная жена за борт лодки свалилась. Напоминаю, кто не помнит американскую трагедию. Просто руку ей не дал. А смотрел, как она тонет. И то получил по заслугам. Здесь выстрелить в голову своему сыну. Родному. Младшему. То есть. Поэтому я думаю, если бы ко мне уже пришел такой клиент. Я был бы уголовный адвокат. И я бы сказал, и так. Вы, Алекс, адвокат с колоссальным опытом. Какая ваша защита? Первая защита. Я этого не делал. Какую? Еще какая. Я бы сказал, знаете, какая ваша защита? По-английски это legal insanity. Юридическое умопомешательство. То есть. Юридическое умопомешательство. Это. Или сумасшествие. Это. Когда человек. Не делает отличия. Между добром и злом. Когда он считает. Что он, может быть, даже делает добро. Например. Убивая сына. Он говорит. Я думал, что я убивал сатану. Или. Я думал, что я в тире стреляю. Либо. Я был в таком состоянии, что я вообще не мог думать. Я не помню ничего. Но. Legal insanity. Это умопомешательство. Временное умопомешательство. Юридическое. Под влиянием наркотиков. Была бы гораздо эффективнее. Защита. Нежели. Я не убивал. Потому что. Если взять всю сумму. Обстоятельств. Его присутствие. Его поведение. Его ложь. Взять. То тогда вопрос. Если не ты. То кто? Потому что больше никого там не было. Разве что эксперт. С его стороны. Сказал. Это должно было быть два человека. Но присяжные не купили этот аргумент. Как и я. Который слушал этот допрос. Они сказали. Да чушь это все. Скажи пожалуйста. Что удивило. То что в прессе пишется. Удивило очень многих. Что некоторые адвокаты. Следившие за ходом судебного разбирательства. Не ожидали. Во-первых. Единогласного вердикта. И не ожидали. Такого быстрого вердикта. Они вывезли. В общем-то. Обвинительный приговор. Ну. Мгновенно. Вчера. Три часа заседали присяжные. И сегодня был вынесен. Вот такой приговор. Можно я сразу вставлю две копейки. Да. Приговоры всегда могут быть только единогласные. Нет ни единогласных приговоров. Это не голос. Секундочку. Выслушаю до конца. Я может неправильно сформулировала. Я знаю. Что все присяжные должны проголосовать. Конечно. Но просто три часа. Сначала было два против. Потом один против. Они как-то так очень быстро. Очень вжатое время. Я тоже следила. Понимаешь. Они очень вжатое время. Как-то так вот сконцентрировались. Я прежде всего объясню нашим зрителям. Что может произойти. Если. Прежде всего я советую посмотреть американский фильм. Двенадцать разгневанных мужчин. Двенадцать разгневанных мужчин. И не смотреть фильм Михалкова на эту же тему. Потому что это писавщик. Этот с гафтом в одной из главных ролей. Так вот. Значит. Двенадцать разгневанных мужчин. Одиннадцать. Поскольку это была наверное пятница. И все уже хотели идти домой. А один уперся. Говорит. А я не верю что он убил. Тогда эти одиннадцать должны. Уговорить последнего. Что. Вот так и так. И все его пытаются. Да надо уже идти. Там пиво ждет. Нет. И в итоге. Он один. Уговаривает. Один. Одиннадцать. И они дают оправдательный приговор. Эквит. Или. He is acquitted. Так вот. Когда. Одиннадцать. Не могут уговорить одного. Или десять. Не могут уговорить двух. Это называется. Hung jury. Подвешенное жюри. Это значит они не могут прийти. К тому или иному заключению. Эти ребята. В нашем этом деле. Мердока. Они совещались. Они удаляются в специальную комнату. И там совещаются. Им всего три часа понадобилось. Это рекордно малый срок. Три часа. Это значит большинство было убеждено сразу. И они должны были переубедить сомневающихся. Что они сделали за три часа. Иногда это длится неделю. Когда они совещаются. И есть такое понятие. Называется. Sequestering. Sequestering. Это когда присяжных изолируют. Их помещают в отель. Никакого телевизора. Никаких телефонов звонков ни с кем. Питайтесь. Встречайтесь. Обсуждайте. Ну. Никаких звонков. Телевизор. Чтобы на них ни радио. Ни телевидение. Ни интернет. Не могли влиять. Чтобы их решение основывалось на том. Что они видели и слышали в зале суда. А не по каналу номер такой-то. Fox News или MSNBC. Sequestering. Изоляция. Ничего этого не было. Они за три часа все решили. Теперь. Что происходит. Когда жюри подвешивается. То есть. Хан. Джюри. Происходит следующее. Вердикта никакого нет. И тогда перед прокурором. Стоит вопрос. Мне снова начинать уголовное дело. И пригласить уже других судителей. И мало того. Это не считается. Есть такое понятие. Double jeopardy. Double jeopardy. Это в биле о правах. Кто хочет приобрести мою книгу. Биле о правах. То пожалуйста. Все. Рис Балан Биле о правах. Да. Вся выручка идет. Мы знаем куда. А именно. Помощь Украине. Я об этом в конце расскажу. На что она идет. Так вот. Что такое double jeopardy. Это. Скажем. Когда человека. Подвергают. Судилищу. Дважды. За одно и то же преступление. Но здесь нет этого двойного. Двойного суда. Почему? Потому что не было решения в первом. Потому что суд первый. Ничем не закончился. Вот если бы например. Его оправдали. И прокурор говорит. А я хочу еще раз судить. Вот это было бы double jeopardy. А раз решения нет. То тогда прокурор имеет возможность это сделать. И тут ты Лена спросишь. Почему же тогда прокуроры не всегда это делают. А вот почему. Потому что дело об убийстве. Стоит бюджету штата. Порядка двух миллионов долларов. И деньги эти надо иметь. И если ты проиграешь снова. Прокурор. То ты на своей карьере прокурорской. Можешь поставить крест. Как транжир государственных средств. Который очень неэффективно провел суд. И теперь преступник судя по всему. Будет гулять на свободе. А мы уже минус 4 миллиона долларов. Поэтому. Далеко не каждый прокурор. Идет на это. И поэтому многие преступники гуляют. Только потому что денег не хватает. Их судить второй раз. А дело не такое сильное. Но здесь этого не произошло. Здесь получил приговор. И вердикт. И приговор в течение нескольких часов. А вот этот прокурор. К тому ты говоришь. Он вчера произнес. Правосудие восторжествовало сегодня. Я читаю. Неважно из какой вы семьи. Неважно сколько у вас денег. Или люди думают что у вас есть. Не важно. Насколько вы известны. Вот мы сейчас говорим. Что правосудие восторжествовало. У меня вопрос. Вот ты говорил о временной невменяемости. Которую мог бы использовать адвокат. Он не использовал. Адвокаты об этом не говорили. Значит. Может быть адвокаты. В данном случае проиграли. А не столько прокурору играл. Нет. Это. Во-первых я не знаю всех фактов. То что я говорю во время передачи с Леной Приговой. Это еще не значит что. Зная все факты. Я бы сказал. Да. Вот мы и так идем или так. Я думаю что. И прокурор. И адвокаты. Очень опытные юристы. Так что. Они. Но когда дело слабое. То дело слабое. И у Мердока дело было слабое. Бывают ли чудеса? Бывают. О. Джей Симпсон. Это было чудо. Вот я об этом подумала тоже. Ты понимаешь. Это было чудо. Вопрос. Апелляции они будут подавать. Скорее всего будет апелляция. Ну допустим. Как вот дальше. Вот процесс апелляции. Сколько он может занять времени. Сколько может занять времени рассмотрения этой апелляции. И подтверждение или смягчение вердикта. Это апелляция. Эта апелляция. Это может быть. Две инстанции. Это может дойти до Верховного суда США. Теоретически. Практически вряд ли. Понятно. Ведь что является основой для апелляции. Это какие-то ошибки судьи. Например, судья дал неправильные инструкции присяжным. А судья всегда, прежде чем присяжные удаляются на совещание, чтобы вынести свой вердикт, судья им дает инструкции. Значит, иногда эти инструкции имеют погрешности существенные. И тогда присяжные, будучи запрограммированы судьей неправильно, могут достичь неправильного решения. Если, значит, такое было. Ну, не знаю. Я думаю, что это дело останется вот таким. Могут ли ему скостить? Это не то дело, которое вызывает человеческие симпатии. Я понимаю, он бы превысил что-то, убил бы там кого-то, чего-то. Но здесь что? Сына и жену. Поэтому я не думаю, что ему скостят чего-то. Ты заговорила о Верховном суде. Начинают уже получать уведомления о прощении студенческой суды в соответствии с долгожданным соглашением о урегулировании. Расскажи вот об этом урегулировании и как ты вообще видишь подобные вещи, когда президент предлагает скостить вот эти долги и кому он должен будет это простить, а кому не простить. Потому что суммы идут там совершенно сумасшедшие. Ну, 6 миллиардов вот сейчас выделено будет на это дело. Лена, ты говоришь о двух делах, ты это знаешь? Да. Потому что одно дело в Верховном суде США. Да, я знаю. Второе дело, которое вот двойное там, этот против, я тебе скажу, Суит-Виси Кордона. Да, это в Федеральном суде Калифорнии. Значит, у тебя вопросы о каком? А в Верховном суде США первое дело? Первое дело и второе. Вот они связаны, потому что здесь... Они параллельные. Ну да, они параллельно идут, а деньги-то все равно 6 миллиардов начинать уже будут выплачивать. Поэтому вопрос возникает, вот расскажи об этих делах, потому что люди читают много всего, много вот этих делах, один против другого, кто-то против кого-то судит. Значит, Верховный суд уже заслушал дело, где несколько штатов судят администрацию, потому что администрация, ссылаясь на так называемый Heroes Act, закон героев, это закон, который был принят в 2003 году, который уполномачивает президента модифицировать займы, в том числе студенческие займы, если выплата по таким займам будет представлять собой большую колоссальную нагрузку и существенное понижение уровня жизни. И вот, основываясь на этот закон героев 2003 года, почему героев? Потому что это было принято после 9-11 2001 года. И это как бы должно было льготы предоставить тем, которые выжили, которые понесли ущерб в результате теракта 2001 года, 9-11. И вот, пользуясь этим законом, Байден, ну, буду говорить Байден, его администрация, прощает эти займы. Значит, в основном, да, бенефициарами такого распоряжения, указа, это порядка 20 миллионов человек. Займы эти, порядка от 10 до 20 тысяч долларов. Значит, согласно этому указу, те, которые выплачивали или уже выплатили, им будут деньги возвращены. А те, которые не выплатили или не начинали, им будут долги прощены. И вот, истцы говорят о том, что да, это все из бюджета, если эта программа бы Байдена полностью сработала, это почти полтриллиона долларов, 400 миллиардов долларов из бюджета. То, что Байден говорит о том, что, ну, это не страшно, мы это все скомпенсируем. Мы это скомпенсируем как? Ну, мы повысим налоги для корпораций, которые много зарабатывают. Мы наймем 30 тысяч работников налоговой службы, которые будут следить за всем за этим, чтобы люди платили налоги. И вот таким образом мы скомпенсируем полтриллиона долларов. Смехотворный аргумент. Вот. Но Элизабет Прелагар, которая является Solicitor General, значит, она провела очень, как все адвокаты отмечают, она здорово выступала в Верховном суде. И многие юристы, которые считали, что у Байдена нет никаких шансов на победу, после выступления Прелагар считают, что такие шансы появились. И они даже склонны изменить свое мнение на 180 градусов. Значит, суть аргумента Прелагар была в том, что пандемия – это и есть вот те самые катастрофические условия, которые делают невозможным или исключительно тяжелым выплату студенческих долгов. Или долгов. С удовольствиями всегда плохо. И вот она убедила. Ну, убедила мы еще не знаем, потому что Верховный суд США, как правило, выносит свои решения, заслушав их весной или зимой, они в июне-в июле выносят решение. То есть мы еще не знаем. Но пока вот этот вот указ Байдена, он заморожен. И те письма, которые уже разослали, все в порядке, можете не платить, все это пока заморожено. И ждет решение Верховного суда. Те, значит, ИСЦИ, которые за то, чтобы вообще этот указ выбросить и не притворять его в жизнь, они говорили о том, что у Байдена в помине нет таких полномочий. У него есть полномочия модифицировать в определенных катастрофических обстоятельствах. И на самом деле таких катастрофических обстоятельств не было. И, кроме того, аннулировать не означает модифицировать. Посмотрим, чем дело закончится. Пока что в Калифорнии параллельный иск. Там дело в федеральном суде. И этот иск был решен в пользу того, чтобы простить студенческие долги. И там дело касается гораздо меньшего. Если там у Байдена. Там судья, федеральный судья сказал вперед, прощайте. И начали рассылать письма, что ваши долги прощены. То есть, ну, это на федеральном уровне. Вот так обстоят дела. Я смотрю, вообще Калифорния, конечно, бежит впереди планеты всей по уровню выплат. Они вот сейчас 6 миллиардов будут платить тем людям, которые понабирали этих займов и платить не могут. Они платят репарации. Репарации уже тоже там серьезные. По огромным миллионам они будут на каждого человека. И зарплату должна быть годовая 97 тысяч долларов. Вот это входит в репарации тоже. В этот момент сенатор от штата Калифорния, Тиана Файнстайн, попадает в больницу. Ей 92 года. Как ты считаешь, если разыграть, предположить, что это может быть? Вот кто вместо нее может прийти? Будут выборы. Понятия не имею. Вообще не знаю. У нас Калифорния просто это такой штат, который задает... Обожди секундочку. Файнстайн в больнице. Окей, пожелаем ей выздороветь. До этого ты рассказала о том, что в Вашингтоне законопроект о репарации. Как ты связала эти два события? Потому что это те люди, которые как раз лоббируют эти интересы. Губернатор там тоже есть. Файнстайн не из Вашингтона. Я говорю нет. Я сказала сенатор от штата Калифорния. Репарации в Калифорнии. Это все Калифорния. Ты говоришь... Репарации и в Калифорнии тоже. Репарации в Калифорнии. Там вот эти суммы непосредственно о Калифорнии идут. Непосредственно о Калифорнии. Я не ошиблась. Калифорния, мы сейчас говорим, это 6 миллиардов они отдают сейчас вот этим студентам. И плюс это калифорнийские выплаты по репарациям. Не федеральные, а калифорнийские. У нас очень богатые. Проект последний. В Калифорнии эта тема давно муссируется. Законопроект был внесен на днях. Это Washington, D.C. Борис, я тебе говорю о Калифорнии. Хорошо, и так ты мне говоришь о Калифорнии. Ну хорошо, забыли. Давай пойдем дальше. Нет, не важно. Так секундочку, к чему ты сказала? Давай тогда думать. Я хочу сказать просто о том, что этот деструктивизм, который исходит от этого штата, он фактически вот дает эти прецеденты, как вот с этими... Лена, Лена, секундочку. Смотри. Давай не вешать ярлык. Ну, не знаю. А как еще назвать? Борис, как еще назвать? Я еще не знаю. Любая тема, которую мы затрагиваем, если ты ее затрагиваешь, то значит она достойна обсуждения. Мы же не новостная программа, где мы сообщаем. А ты считаешь это не достойное обсуждение? Я считаю, что достойное обсуждение, так давай тогда говорить о том... Потому что, Лиз, смотри, у нас такой огромный долг, внешний долг нашей страны, и у нас это все входит из бюджета. Что у нас бюджет штата сам по себе развивается от бюджета федерального? Или как? Откуда они деньги берут? У меня вопрос, откуда они берут деньги? То есть тот аргумент, который ты сейчас сделала, ты понимаешь, что он против твоей идеологии? Я тебе объясню, почему. Например? А я тебе сейчас скажу. Объясни. Тем, что ты сейчас сказала, ты, по сути, сказала следующее. Деньги, конечно, им давать надо. У нас их просто нет. Вот что ты сказала. Я не произнесла это. Ты так интерпретировал. Секундочку, секундочку. Прежде всего, когда я что-то интерпретировал, ты же меня пригласила на передачу. Ну, так мы же с тобой беседуем. Нет, наверное, ты меня пригласила на передачу, потому что я не последний идиот. И я адвокат. Почти 40 лет. Правда? Поэтому ты меня пригласила. Так вот, я тебе сейчас сказал, что является разумной интерпретацией того, что ты сказала. Потому что ты не сказала о том, что, по идее, выплаты репараций могут в конце абсолютно уже и до конца уничтожить черное население страны. Потому что гражданский акт 1964 года, который должен был, по идее, принести кучу благ для американского населения, на самом деле привел к обнищанию, к разрушению черной семьи. Ты ничего об этом не говоришь. Ты говоришь только о том, у нас... Подожди, а мы начинали об этом говорить? Мы не начинали об этом говорить. Я пока что сказала только о тех репарациях, которые они предлагают. Дальше идет, извини меня, развитие темы. Ты сейчас говоришь о развитии темы. О развитии темы. Потому что ты совершенно прав, когда мы говорим о том, что, знаешь, это старое китайское, на голодному надо дать ежегодную удочку. Да, но давай тогда скажем, расскажем зрителям. Мы же все равно, не важно, что мы за, против. Какой аргумент за репарации у тех, которые за репарации? На чем они основывают это? Как они объясняют и оправдывают репарации? Потому что если мы сразу перейдем к нашей позиции, не доложим позицию тех, которые за этот проект, ну, тогда мы будем считаться идеологически заряженной программой. Но мы-то должны стараться быть объективными. И кроме того, это же добавляет, ну, добавляет диалог, какой-то интеллектуальный диалог. То есть давай тогда будем как-то говорить о том, что же говорят те люди, которые хотят, чтобы штаты выплачивали репарации. И тогда мы можем после этого их сокрушить. Ты понимаешь, вот смотри, здесь люди, вот пример конкретный, Санкт-Франциско. Один из самых богатых городов Америки. Когда? Самых богатых? Когда-то. Когда-то. Совершенно верно. Когда-то. Это тот город, в котором миллиардеры и миллионеры, в котором находится Силиконовая долина рядом. Там не бедные люди живут. И это тот город, который наводнён. Я называю это эффект Сан-Франциско, когда под мостами и на улицах везде грязь, мусор, извините, дерьмо, по-другому не могу назвать, на улице. И вот это всё соседствует рядом. Одно порождение другого, мне кажется, потому что им проще дать какие-то деньги, нежели дать работу. Вот этим бездомным, нежелающим работать. В Сан-Франциско там в связи с климатом туда собираются вообще вот эти бездомные и, можно сказать, бездельники со всего, со всей Америки. Там климат хороший. Там можно на улице жить круглый год. И поэтому там концентрация идёт огромная. Но мы говорим о репарациях именно чернокожему населению, которые когда-то, когда-то, где-то, но не в Сан-Франциско, были в рабстве. Рабство закончилось 150 лет тому назад. И вот продолжение... Ты читала то, что говорят пропоненты, то есть те, которые за репарацию. Они ведь не только арабские говорят. Они говорят о том, как это отразилось на всём. Они говорят о том, что мы до сих пор российская страна. О том, что ещё до недавнего времени были российские законы или их практика. О том, что не давали займы банковские чёрным. О том, что всячески препятствовали приобретению жилья в определённых районах. О том, что невозможно... Короче, они говорят о том, что рабство плюс то, что последовало в течение столетия, а то и столетия плюс десятилетия. После рабства нанесло колоссальный ущерб, который отразился на их имуществом, имущественном положении, образовательном положении, на всём. В Вашингтоне, где этот законопроект, значит, они сравнили имущественный статус белых и чёрных. Белые богаче чёрных в 81 раз. Теперь, сказав хотя бы то, что я сказал, мы можем адресоваться к тем положениям, о которых говорили те, которые за. Но мы при этом принимаем их статистику и начинаем теперь атаковать их позицию, потому что иначе, ну хорошо, ты рассказала о том, что знают все. Иными словами, мы знаем, что в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско валяются бездомные, наркоманы, причём разных цветов, и белых их больше, чем чёрных. Плохо, но как это является по сути критикой позиции тех, которые хотят сделать репарацию. Вот же мы о чём говорим, правильно? Смотри, я почему сказала о Сан-Франциско, потому что это именно Сан-Франциско сейчас рассматривают, у них где-то 50 тысяч афроамериканцев, и если каждый житель получит из бюджета деньги, это будут огромные суммы. Там есть ограничения, чтобы соответствовать требованиям, жители должны быть идентифицированы как чёрные в публичных записях не менее 10 лет и не моложе 18 лет. То есть они уже сделали определённые ограничения. Вопрос возникает. Вот эти люди, которые сейчас требуют вот эти репарации, они на протяжении последних лет или каких-то ещё лет, они обнятённые были? Далее, почему люди, которые не имеют вообще никакого отношения к Они сказали, те, которые за, что сотни лет рабства и последующей дискриминации оказали колоссальное негативное влияние в том, что у них образования такого нет. Они не могли покупать... Ты сейчас повторяешь то, что ты уже сказал. Это понятное дело. Я вынужден повторять? Да, нет, вопрос очень простой. Среди тех, кто будет выплачивать им репарации, а это мы все граждане, которые платят свои налоги, огромное количество тех, которые вообще понятия не имели, что такое рабство, разве что не были сами рабами в других странах и предки. Почему мы в ответе за то, что эти люди хотят забрать и оплатить определенной группе? Вот ты имеешь отношение к рабству? У тебя будут забирать налоги. Ты знаешь, какой адвокат дьявол? Спросить или не надо? Не надо. Дальше. Очень хорошо, кстати, показан адвокат дьявола в совершенно замечательном исполнении Альпатина. Да, так вот сейчас в исполнении своем. Итак, допустим, мне надо защитить позицию. На самом деле я считаю, что репарации выплачиваться не должны. Это для тех нескольких тупых людей, которые смотрят нашу передачу и почему-то меня ассоциируют. Если я рассказываю Гитлеру с Гитлером, если я рассказываю Путина с Путиным, то есть который не делает разницы между тем, что означает предположим. Итак, предположим для... Блондинка, понимаешь, они думают, что они все заканчивали юридический факультет и знают абсолютно все в юриспруденции. Если я чего-то не знаю, я обращаюсь к тебе. Поэтому я уверена, что те, кто пишут, что я блондинка и ничего не знаю, они, наверное, знают еще меньше. Даже не сомневаюсь. Итак, предположим, что я адвокат вот той группы, которая хочет вести эти самые репарации. И тут приходит Лена и говорит, почему за мой счет? Почему я должна платить бабки? Я здесь первое поколение иммигрантов. К рабству не имею никакого отношения. Это мои кровные. Не хочу я платить. И тогда я должен в суделе за барной стойкой я должен уговорить Лену. И я скажу следующее. Лена, ты, по идее, хочешь жить в процветающем обществе. Чтобы вокруг тебя были люди образованные. Чтобы общество не было криминогенным. Люди, которые работают, которые ценят то, что у них есть дом, имущество, ухаживают, не срут вокруг этого дома везде на лужайках и прочее, а соблюдают чистоту. Вот так ты, Лена, хочешь жить. Так вот, Лена, придется немножко раскошелиться. Потому что некоторые твои сограждане, ввиду того, что было рабство, ввиду того, что было там туда все, пятая дискриминация, они в большом ущербе от всего этого. Давай им немножко поможем. Твоя доля будет там всего лишь 925 долларов. Но зато, когда мы все это соберем, мы дадим возможность и т.д. и т.п. Но, по крайней мере, я покажу тебе, как ты, Лена, выиграешь от этой репарации, что выиграют не только те, кому мы дадим эти бабки, а выиграют все граждане, включая тебя. Вот такой бы аргумент я построил. Я бы, конечно, его подкрепил статистикой. А вот там дали деньги, там пошло-поехало, и розы стали цвести, и небоскребы подниматься. Вот, я бы убедил, старался бы убедить тебя. На самом деле эти бабки, которые получат, будут потрачены в основном. Это сникеры по 1200 долларов штука, кожаные куртки по 2000 долларов, то есть они будут растринканы направо и налево, и никто не будет инвестировать другое дело, что вполне возможно эти репарации, если подумают те, которые все-таки добьются их, что не бабки давать на руки надо, а вы хотите учиться, мы оплатим учебу, и мы будем оплачивать, и только в том случае, если вы будете ходить на занятия, потому что у меня один друг, который преподавал в комьюнити колледж, этих студентов вообще, он многие лица каждый раз видел в первый раз, то есть, если вы будете ходить, если вы будете получать нормальные оценки, если вы на самом деле хотите, то тогда мы вам оплатим колледж, мы вам оплатим то да сё, а не давать просто в руки деньги, прекрасно понимая, понимая, зная, на что они будут потрачены, растринканы, не будет от них пользы, как не было пользы от того, когда я упомянул ранее в нашей передаче закон 1964 года, Civil Rights Act, закон о гражданских правах, который просто-напросто привёл к разрушению американской семьи, почему? Да потому что государство заменило роль мужа и отца в семье, государство начало платить достаточно, чтобы мать-одиночка могла справиться без мужа, без отца, и всё, повалило, и потом уже афроамериканские женщины, нарожав детей, они не знали от кого какой ребёнок, вот к чему привёл. Ты знаешь, я бы вместо репарации подарила каждому из этих 50 тысяч книги Томаса Солуэлла, потому что он есть вот А читать их научить сначала ты не хотела бы, чтобы они прочитали, могли прочитать эту книгу? Ну, слушай, я не знаю, буквы, если они знают, они могут не поймут. Колоссальный процент не умеет читать. Как это возможно? Мы приехали там из Кишинёва, из чёрт-те знает, откуда мы умеем читать, а они не умеют читать, родившись здесь. Представьте себе, многие не умеют читать, многие не умеют складывать и вычитать. Самые простые задачки, которые вы им дадите, ваша машина едет 20 миль в час, а до города такого-то 100 миль, через сколько вы доедете. Вот, им нужно, они, даже им калькулятор не поможет, телефон с калькулятором, почему они не будут знать, что нужно умножать, делить, вычитать, ничего не знать не будут. Да, на этой радостной ноте я хочу тебя поблагодарить, только перед тем, как мы закончим, я, как бы, вишенка на торте, вот у нас туфель любят всегда делать. Белый студент является самым ненавистным студентом, Ховард Ло, и подаёт суд на исторический чёрный университет, чернокожий, чёрный колледж, на 2 миллиона долларов за расовую дискриминацию. Я хочу посмотреть, чем закончится дело о расовой дискриминации, когда подаёт белый человек против чёрного колледжа. У тебя есть какие-то просто так вот предположения, чем это может закончиться? Не знаю, Ховард Ло Скул, да, это юридическая школа, в которой преобладают афроамериканские студенты, и якобы, да, он, этот студент, подвергался дискриминации и судит. Посмотрим, я понятия не имею, чем. Я не могу заранее сказать, что суд будет заряжен. Я не могу тоже ни о чём сказать, понимаешь, у нас просто сейчас идёт такая ситуация, когда разыграна расовая карта, это вот запущена, понимаешь, то запущена реакция. Я понимаю, значит, но я не хочу гадать, чем закончится дело. Выиграет он иск, не выиграет, 2 миллиона ему дадут или 200 тысяч, я ничего этого не знаю. Посмотрим, это, безусловно, интересное дело будет, когда ответчиком выступит ну, университет, который в основном, где преобладают чернокожие, это будет интересно. Но окончательный аккорд нашей передачи не это дело, а дело в том, что я хочу напомнить всем нашим слушателям и зрителям, я собираю деньги для того, чтобы помочь Украине. Я сразу показываю, как выглядит Каждый цент, который я собираю, идет без боя посуды. Каждый цент доходит и не в виде денег, а в виде аптечек. Есть аптечки для врачей, аптечки индивидуальные, переносные носилки. И мало того, некоторые передачи наши их постоянно смотрят и слушают. Украинские военные, я знаю, это у меня переписка есть, что они слушают и смотрят наши передачи. И они благодарят за заботу, потому что здесь все в Америке закупается или в Германии, и затем громадными баулами отправляется непосредственно туда, минуя всякие точки, где они могут тормознуть и почему-то оказаться на полках магазинов, где их будут средорого продавать, там лекарства, бинты, жгуты, турникеты и прочее. Нет, все поступает туда, куда оно должно поступить непосредственно. Этим занимается Кевин Коэн, это американско-французский профессор, который постоянно туда летает, проводит много времени в Украине, в самых таких жарких местах, и Пит Рид, американец, бывший московый пехотинец, молодой парень, который был убит где-то месяц тому назад, это из его команды, Кевина, и я прошу всех, мой имейл, Лена, Boris Palant от yahoo.com лучше поставить, Zelle, через Zelle или через PayPal на мой имейл, вы можете отправить любую сумму, и мы будем благодарны за 20 долларов, за 10 долларов, есть, слава богу, среди нас великодушные люди, которые большие суммы пожертвовали, но я кланяюсь в пояс, не только тем, которые тысячами жертвуют, но даже если кто-то 10 долларов даст, 5 долларов, потому что 25 долларов стоят очки, которые защищают глаза от осколков, эти очки держатся бой, два боя максимум, они потом настолько иссечены, что ими пользоваться уже нельзя, и я прошу вас пожертвовать каждый доллар, каждый цент, который вы даете, переведя на мой имейл, вот он внизу, borispalant.yahoo.com через Zelle, через PayPal, каждый цент идет туда, а если вы хотите купить мои книги, то еще лучше, деньги тоже я пожертвую, на это благородное дело. Книги, я не люблю рекламировать свои книги, я не буду говорить о том, но я могу сказать так. Это я рекламирую, я могу рекламировать, потому что книги заслуживают того, чтобы их читали, обязательно, у меня это настольные книги, потому что каждый раз, когда я сажусь беседовать с Борисом Парантом, я себя чувствую ученицей, я поэтому должна перелистывать что-то и вспоминать. Рекомендую, просто рекомендую. Ну все, Борь, будем заканчивать, спасибо тебе большое. Я заканчиваю традиционно, слава Украине. Героям славы я тоже традиционно заканчиваю, и оставайтесь с нами на волне континента, у нас континент медиагрупп, старый, пока что аккаунт нам не восстановили, мы работаем на континент медиагрупп, подписывайтесь, распространяйте видео, нажимайте там колокольчики, распространяйте все, что можно, нам очень нужны ваши голоса, поддержку, потому что мы хотим продвигаться и говорить правду дальше. Всех благ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!